Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем разбор демо-версии ЕГЭ по биологии за 2017 год. У нас сегодня вопросы 11, 15, 16 и 17. Но прежде чем начать, хочу порекомендовать вам канал Сакирка Александра. Думаю, что лучше меня, а себе он расскажет сам. Приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Сакирка Александра. Добро пожаловать на канал «Быть программистом». На канале я публикую новости из мира IT. Уроки по программированию, а также блог программиста, видео моих путешествий и отдыха. Я рассказываю о жизни в сфере IT, показываю фото и видео жизни программистов. Я учу программировать каждого подписчика канала, объясняю, как быть продуктивным и быстро добиться успеха. Канал «Быть программистом». Подпишись! Ссылка на канал Александра в описании. Переходите, смотрите ролики и подписывайтесь. А мы начинаем! Поехали! Итак, одиннадцатый вопрос. Установите последовательность расположения систематических таксонов растения, начиная с самого крупного таксона. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. Итак, это задание на установление последовательности. Посмотрите, под пунктом 1 у нас идет название вида «Мятлик луговой». Соответственно, это растения. Думаю, что в данном случае это несложно определить. Самая большая таксономическая категория – это царство. Естественно, если речь идет о «Мятлике луговом», то это царство растения. Соответственно, первая цифра у нас будет 5 растений. Далее, царство растения делится на отделы. «Мятлик луговой» – это цветковое растение или покрытосеменное. Поэтому цифра 3 идет следующая – покрытосеменные. Отдел покрытосеменные делится на 2 класса. Это однодольные и двудольные. В данном случае нам даже не нужно знать его таксономическое положение. Мы просто идем по порядку. У нас здесь лишних пунктов нет. Поэтому цифра 4 следующая – это однодольные. Далее у нас после класса идет семейство. Семейство злаковое. Также к классу однодольные относятся семейства луковые и лилейные. Соответственно, мы написали сами цифру 6. Семейство делится на рода. Род – мятлик. И, конечно же, последняя, самая минимальная, но основная систематическая категория – это вид. Название вида всегда состоит из двух слов. Поэтому вы должны поставить цифру 1 в самом конце. Таким образом, мы с вами сделали, расположили в определенной последовательности. Данное задание мы с вами записали, потому что я его случайно по ошибке в предыдущем ролике пропустила. А теперь мы уже идем по порядку и переходим к вопросу номер 15. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания морфологического критерия вида «сосны» – обыкновенные. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Обратите внимание, нам необходимо выбрать предложения, в которых идет речь о морфологическом критерии, то есть о внешних особенностях каких-то. Давайте с вами вместе прочитаем текст. Сосна обыкновенная – это светолюбивое растение. Говорится ли здесь о строении сосны? Нет, поэтому данное предложение мы не выбираем. Цифра 2. Она имеет высокий стройный ствол, крона формируется только вблизи верхушки. Да, здесь речь идет о строении, поэтому цифру 2 мы выбираем. Третье предложение. Сосна растет на песчаных почвах, меловых горах. Конечно же нет, в данном случае не идет речь о строении сосны, не выбираем. Четвертое предложение. У нее хорошо развиты главные и боковые корни, листья игловидные, под две хвоинки в узле на стебле. Да, в данном случае речь идет о строении, цифра 4 выбираем. Цифра 5. На молодых побегах развиваются длинновато-желтые мужские шишки и красноватые женские шишки. Тоже речь идет о особенностях строения. Выбираем данную цифру, это цифра 5. И последнее предложение, оно уже, конечно, нам не подходит, потому что мы цифры 3 уже выбрали. Но давайте прочитаем. Пыльца переносится ветром и попадает на женские шишки, где происходит оплодотворение. Здесь речь идет о физиологии, то есть о каком-то функционировании определенных органов у сосны обыкновенной. Поэтому данный пункт нам не подходит. Выбрали эти цифры и идем с вами дальше, к 16 вопросу. Установите соответствие между примерами объектов и методами изучения эволюции, в которых используются эти примеры. Каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Итак, первый столбец это примеры объектов, а второй столбец это методы изучения эволюции. Давайте посмотрим, какие же методы нам предоставлены. Первое это палеонтологический метод. Данный метод используется для того, чтобы, например, исследовать эволюцию или происхождение вида. То есть он базируется на изучении ископаемых останков конкретного вида организмов. В данном методе часто используются так называемые руководящие ископаемые. Это представители флоры и фауны, которые были характерны для конкретного периода в жизни нашей Земли. Итак, соответственно, давайте сами выберем А, Б, В, Г, Д и цифры, которым они соответствуют. А, колючки кактуса и колючки барбариса. Здесь речь не идет об каких-то ископаемых, здесь речь идет просто о сравнении двух видов организмов, об их каких-то внешних особенностях в колючках. Поэтому, конечно же, это сравнительно анатомический метод. Мы говорим просто о строении организма. Б. Останки зверозубых ящеров. А вот здесь, конечно, говорится об ископаемых, поэтому это цифра 1, палеонтологическими. В. Филогенетический ряд лошади. Речь идет о происхождении и эволюции лошади, поэтому данный метод это палеонтологический. Мы изучаем останки лошади. Г. Многососковость у человека. Многососковость это атовизм. Атовизм это когда у отдельных представителей вида появляются признаки, которые не характерны для ближайших родственников, но характерны для древних-древних предков. Также примером атовизма у человека является появление хвоста. В данном случае мы сравниваем живых особей. Это человек с многососковостью и обычный человек без многососковостью. Конечно же, это сравнительно анатомический метод. И последнее. Д. Аппендикс у человека. Аппендикс это орган, который у человека утратил функцию, которая была характерна для древних предков. В данном случае он выполнял функцию пищеварения. А сейчас он изменил свою функцию, он выполняет иммунную функцию. Но в данном случае мы говорим о живых организмах, о сравнении аппендикса, функции аппендикса у человека. Поэтому это сравнительно анатомический метод. И переходим с вами к последнему на сегодня 17 вопросу. 17 вопрос. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Устойчивость экосистемы влажного экваториального леса определяется. Экватор это место проразрастания огромного количества организмов, то есть разнообразия разных видов организмов, так как там климат очень подходящий для жизни растений и животных. Давайте с вами выберем те признаки, которые характерны для экосистемы и определяют устойчивость экосистемы экваториального леса. Первое. Большим видовым разнообразием. Действительно на экваторе много растений и это правильный ответ. Почему же это определяет устойчивость экосистемы? А потому, ребята, что чем больше видов организмов, тем меньше вероятность того, что если один из видов вымерет, то другому виду не будет чем питаться. Он просто найдет себе организм, заменит организм вымерший другим организмом и устойчивость экосистемы сохранится. Поэтому данный вариант нам подходит. Второе. Отсутствие редуцентов. Конечно же нет. Во-первых, в любой экосистеме есть редуценты, они обеспечивают разложение органических остатков и не определяют неустойчивость экосистемы. То есть отсутствие редуцентов это неправильный вариант. Третье. Большой численностью хищников. Также нет. Это не может определять устойчивость экосистемы, определенное количество хищников. Четвертое. Разветвленными пищевыми сетями. Конечно, это то, что я говорила в пункте 1. То есть цифра 4 нам подходит, потому что чем большим видовым разнообразием питается конкретный организм, тем больше вероятность, что он выживет, если один из организмов, которым он питается, вымерет. Поэтому цифра 4 нам подходит. Пятое. Колебанием численности популяций. Нет. Если численность популяции колеблется, то устойчивость экосистемы нарушается. Поэтому данный вариант не подходит. И шестое. Замкнутым круговоротом веществ. Да, действительно. Это экватор, это определенная какая-то территория, и она является замкнутой экосистемой. Поэтому любая экосистема замкнутая, в ней происходит свой собственный круговорот веществ. Поэтому цифру 6 мы выбираем. Записали три данных цифры. Это первая, четвертая и шестая. И на сегодня закончили. Если вам урок понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и на канал Александра Быть Программистом. Ссылочка на него в описании. Смотрите мои уроки по биологии и химии и разборы тестов в ЕГЭ по этим предметам. Заходите в группу ВКонтакте. А на сегодня все. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!